Величайший педиатр 20-го столетия, основатель кафедры педиатрии Роман По, академик Георгий Нестрович Спиранский, начиная цикл лекций, всегда вспоминал своих предшественников. Их портреты висели в его кабинете, напоминая, что опыт – это главная составляющая медицинской науки. Медицина 21 века развивается с невероятной скоростью. Но, как показала пандемия коронавируса, медицинская наука – это прежде всего опыт. Опыт диагностики и лечения маленьких пациентов. Цикл передач «Диалоги с профессором» является уникальной возможностью познакомиться с опытом ведущего педиатра страны. Заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заслуженный врач России профессор Ирина Николаевна Захарова совместно со своими собеседниками разбирает интереснейшие случаи из своей обширной практики. Дорогие доктора, вы тоже можете вступить в диалог с профессором. Ирина Николаевна ждет ваши вопросы, ее ответы придут на вашу электронную почту. Итак, Ирина Николаевна начинает. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас долгожданная встреча, новый диалог с профессором, и мы беседуем с доцентом нашей кафедры Ириной Владимировной Бережной. Сегодня мы хотели в качестве диалога поднять очень интересную тему антибиотики и микробиота «Кто кого?». Уважаемые коллеги, для начала я нашла очень интересную фразу из энциклопедического словаря Брагауза и Эйфрона, который был из XVIII веки. «Инфекционные болезни составляют главную проблему народного здравия и уносят невозможно большой процент из общей суммы всех смертных случаев». Ну и нашла я словарь про Гауза и Эйфрона. Посмотрите, это страшные эпизоды, когда во время чумы на улице лежат мертвые люди, либо вот здесь, в лазарете, пытаются оказать помощь тоже больным людям. Черц Дайвин написал такую блестящую фразу. «Чем больше мы познаем неизменные законы природы, тем более невероятными становятся для нас чудеса». И фразу эту я подобрала не случайно, потому что то, что сегодня открыто в плане микробиологии, о том, что оказывается человеческий организм на 90% состоит из микробов и только 10% нас, человеческих клеток, это действительно чудеса. И на сегодняшний день мы знаем, что наш с вами организм представлен микробиомом, в котором находятся бактерии, вирусы, грибы, простейшие и загадочные археи. И обратите внимание, мы говорим о том, что целый ряд болезней мы связываем с нарушенным микробиомом, это и глоукомы, это и кариосы, ноонатальной пневмонии и неалкогольная жировая болезнь печени, атопический дерматит, мигрень, атеросклероз, хеликобактерные инфекции, есть некие соприкосновения, гастроэнтерит, СРК, запор, детские колики, антибиотикосырованная диарея, муковисцидоз, НЭК, неспецифический некротизирующий энтероколит, а также вагинальный кандидоз, бактериальный вагиноз и также рецидивирующая инфекция мочевых путей. На самом деле наука микробиология преодолела на сегодняшний день пять важнейших этапов. Первый – это эвристический, то есть это такой предположительный, то есть основанный на гипотезах и догадках. Ну и как всегда мы видим гений Гиппократа, потому что он на самом деле, любую лекцию можно начинать, обязательно у Гиппократа в его трудах есть некие фразы, есть некие работы, посвященные какой-то проблеме. И вот он высказал догадку, то есть эвретику, о том, что болезни, передающиеся от человека к человеку, передаются какими-то невидимыми, тогда он считал неживыми, веществами или миазмами. Эвристический этап развития был продлен Джералома Фракастору. Это итальянский ученый, который написал вот такую книгу, естественно, переизнанная книга, которая называется «О контагии». «Контагия» от слова «контагиозная». Вот это Фракастора дал подробное описание симптомов заразных болезней, то есть те, которые, как говорится, косили население. Это прежде всего чума, натуральная оспа, корь, малярия, бешенство, проказы. И вот в этом замечательном труде «Контагия» обсуждалась роль заразного начала, который он считал выделяется больным организмом. Ну а дальше был Лукреций Карп. Он написал такую знаменитую книгу о природе вещей. Он жил тоже до нашей эры. В Вергилии они оба приблизительно в одно время творили. И они тоже говорили о миазмах, о том, что в воздухе есть какие-то миазмы, болезнетворные начала, и вот они передаются друг от друга к человеку к человеку. То есть обсуждалась опять возможность передачи какой-то, простите, заразы. Ну, опять же, Абу Али Ибн Сина, знаменитый ученый из города Самарканда, который потом назвали Вицена, он писал тоже в своем каноне врачебной науке о том, что причины чумы, оспы и других болезней являются невидимым, простым глазом, мельчайшие живущие вещества, которые могут передаваться через воздух и воду. Первый изобретатель первого микроскопа Галилео Галилей – это тоже ученый, который оставил след в разных науках, но он считается действительно изобретателем первого микроскопа и первые какие-то невидимые вещества он тоже пытался найти. Роберт Гук, он первый в микроскопе видел растительные клетки, поэтому он тоже можно его отнести к микробиологии. Ну, а дальше Антони Ван Левенгук, который вот такое приспособление оригинальное создал. Это микроскоп, который увеличил в 300 раз. Сам Антони Ван Левенгук жил в городе Дельф, отсюда дельфский фарфор, вы знаете. Ну, и мы с Ириной Владимировной были в музее, рядышком во всяком случае в Дельфе, и нам показывали дом, в котором жил Антони Ван Левенгук. Кстати, он, Петр Первый, приезжал туда, в Дельф, и сам Антони Ван Левенгук демонстрировал свое изобретение Петру Первому. Считается второй этап развития микробиологии – это физиологический, который называют «золотым веком» развития микробиологии. И здесь, конечно, самая главная фигура – это Луи Пастер. Луи Пастер сказал такую ключевую фразу о том, что микробы – это бесконечно малые существа, но которые играют в природе бесконечно большую роль. Он был французским ученым, он был лауреатом Нобелевской премии, и вот он первый доказал, что заразные болезни возникают, это уже не эвристический этап, да, основанный на догадках и домыслах, это уже физиологически уже было какое-то подтверждение. Поэтому он первый доказал о том, что заразные болезни возникают за счет проникновения в организм микробов. Ну, что касается вот этого «золотого века» и что касается Луи Пастера, то он первым выделил чистую культуру. Вы помните, термин всегда у нас такой – выделена чистая культура. Он открыл метод стерилизации, сейчас кажется все просто, да, а кто это открыл? Это Луи Пастер. Он открыл анаэробы, он доказал, что в результате аттенуации, то есть ослабления вирулентности, можно получить вакцинные штаммы. И первым он стал изучать возбудители сибирской язвы, холеры и бешенства. Уважаемые коллеги, ну а дальше был, конечно, знаменитый Роберт Кох. И палочку Коха мы тоже с вами все ее о ней слышали. Вот он подтвердил инфекционную теологию сибирской язвы, туберкулеза и холеры, выделил триаду Коха, он научился окрашивать бактерии, он первым научился выращивать бактерии на твердых средах, он получил чистые культуры, новые методы, использовал иммерсию, и ими были разработаны чашки Петри и фарфоровые фильтры. Это физиологический период развития микробиологии. Роберт Кох за серию работ по туберкулезу получил, вот она, палочка Коха, получил премию по медицине. Ну а вот Ганс Христиан, почти штандерсен, да, но только и Ахим Грамм, которому все знают, окраска по Грамма, Грамм положительная, Грамм отрицательная микроорганизма. Это датский бактериолог, он разработал эти методы окраски. Посмотрите, насколько он был прозорвит, потому что никто не отказался до сих пор от разделения бактерий на два вида, и это используется в настоящее время. Уважаемые коллеги, следующий, конечно, Илья Ильич Меченков. Илья Ильич Меченков – это великий ученый, мы его смело называем русским, российским, правда, за свои работы, за что он получил Нобелевскую премию, он получил уже в институте Луи Пастера. К сожалению, были некие конфликтные ситуации, и он эмигрировал во Францию. Но мы его считаем нашим ученым, который открыл серию фантастических работ по фагоцитозу. У него он первым представил миру лактобациллы. Он первый сказал о том, что наша с вами несчастливая старость является следствием отравления микробов, которые живет в кишке. И уважаемые коллеги, Илья Ильич Меченков немножечко гипертрофировал роль гнилостной флоры. Отсюда возникло желание у нас, как бы, и оно продолжалось около ста лет, что надо все убивать. Но, тем не менее, это великий русский ученый, Нобелевский лауреат, который оставил такой вот след в нашей жизни. Пауэр Эрлих – это уже новый этап, иммунологический этап развития микробиологии, потому что, по сути, Меченков его относят и к предыдущему этапу, и к нынешнему, и к физиологическому, и к иммунологическому. Вот он, Эрлих, Пауэр Эрлих, он раздел гуморальной теории иммунитета. Обратите внимание, сегодня иммунология выделена в отдельную науку, а это было все вышло из микробиологии. Он установил факт приобретения микроорганизмами устойчивости к химиотерапевтическим препаратам. Он разработал препарат Сальварсан для лечения сифилиса, который в свое время сделал, в общем-то, благое дело. Далее это был наш ученый Ивановский, и все слышали его название «Института вирусологии имени Ивановского». И 1892 год на заседании Российской академии наук Ивановский сделал блестящий доклад и сообщил о том, что возбудителем мозаичной болезни табака является фильтрирующий вирус. Посмотрите, как он мало прожил, но, тем не менее, это ученый-основатель мировой вирусологии, и наш институт вирусологии носит его имя. Следующий этап – это молекулярно-генетические методы, которые начались с культурально зависимых и культурно независимых. И вот мы с вами, помните, делали посевы, и сейчас их делаются, правда, немножко меньше, намного меньше, и вот выделение чистой культуры. То есть вот тот пресловутый анализ кауна-дисбактериоз, который мы призываем с вами не делать, он ведь и делается 10 дней. Почему? Вначале надо посеять, выделить чистую культуру, пересеять, идентифицировать, и этот процесс очень долог, и анализ, бессловно, дорог. А вот эти методы культурно независимые, которые стартовали с 1999 года, начались с 16 СРНК, и сегодня полногимномное секвенирование, эти методы, конечно, они совершили революцию, и сегодня мы вам будем говорить о первом революционном исследовании, которое провел с пробиотиком в нашей стране, это Академия Горелых, мы его вам приведем, но вот оно как раз, это исследование основано на 16 СРНК, наши кафедры тоже проводят исследования, не разные, и чуть позже мы на них остановимся. Поэтому, что касается технологии пиросеквенирования, то, по сути, можно выделить одну молекулу, поэтому настолько точная идентификация, но, правда, еще много находит разных обломков, которые не всегда еще возможно идентифицировать. Вашингтон Ирвинг в свое время сказал, ничто на свете не добывается такими трудами, как истина, и мы понимаем, что, посмотрите, я начала с трудов Гиппократа, как мы шли к тому, что мы получили сегодня, и сколько работали ученые в разных веках над тем, что сегодня мы получили уже такое количество знаний. Поэтому новое направление исследования микробиома, это прежде всего секвенаторы последнего поколения, основанные на поиске одной молекулы. Вот этот глобальный проект «Микробиом человека», он, безусловно, был богато финансирован, он вместе с европейским проектом позволили установить, что, в принципе, всех людей можно разделить на три энтеротипа. Первый энтеротип с преобладанием бактероидов, второй энтеротип с преобладанием привателлы, и третий с преобладанием руминококов. Но сегодня ученые ищут связь любых болезней с этими энтеротипами. Ну, например, там, где у вас преобладают бактероиды, это самые здоровые люди, у них практически не бывает ожирения, ну и, соответственно, ассоциированных с ним болезней. Люди, у которых преобладают привателлы, к сожалению, они очень часто реализуют различные язвенные и разивные поражения. Ну, а люди, у которых преобладает руминококки, у них гораздо более высокий риск развития сахарного диабета. Ну, и, в общем-то, сегодня идет изучение этой проблемы и доказано, что бактероиды преобладают у людей преимущественно азиатской диеты, то есть мало овощей, ну и много морепродуктов. Поэтому среднеземноморская диета предполагает привателлы, очень высокое содержание растительной клетчатки, но отсюда больше риск различных разивно-язвенных поражений. Ну, а западная диета, в которой много животного жира и плорстых углеводов, она больше, это известный факт, третий энтеротип с руминококками и больше риск развития сахарного диабета. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что микробы правят миром, мы сегодня поменяли отношение к ним, мы должны прислушиваться к их языку, и, в общем-то, вот эта вот ключевая фраза этого доктора Медведа о том, что наличие активных микробных соединений в кишке имеет как физиологические, так и патофизиологические последствия для хозяина. Вот с этим доктором мы с Алиной Владимировной познакомились, когда были в прошлом году, были мы в Копенгагене, на конгрессе, который назывался «Пробиота», и он сделал блестящий доклад, нам удалось с ним познакомиться, и его ключевая фраза, его доклада в том, что «ты не человек, а ты работающая бактериальная колония». Тем самым он хотел сказать, что, да, действительно, микробы правят миром, они преобладают в нашем организме практически в 10 раз над человеческими клетками. А вот этот Сьюарт Бранд сказал, если вы не любите бактерии, вы живете не на той планете. А вот этот замечательный профессор, который явился основным исполнителем вот этого гигантского проекта «Микробиом человека», он в свое время сказал вот эту ключевую фразу, которую мы все время помним и пытаемся вас учить, что не убивайте микробы в нашем организме, остановите убийство полезных бактерий. Не надо назначать антибиотики на всякий случай, потому что вторая часть нашей пламенной речи с Ириной Владимировной будет посвящена тем побочным эффектам, которые мы наблюдаем в результате антибиотикотерапии. Уважаемые коллеги, то, что я сейчас буду рассказывать про антибиотики, оно относится тоже к микробиологии, потому что вот эти знаменитые ученые, они были микробиологами. Сегодня говорят о том, что вот тот гигант, лауреат Нобелевской премии, который он, правда, поделил с двумя другими учеными, по сути, он сделал это открытие пенициллина в результате своей неряшливости. То есть он забыл чашку культуры, золотистого стафилококка. То есть где-то она валялась, он обратил внимание, что она заросла плесень, у нее там где-то плесень появилась, там исчез этот стафилококк. Поэтому вот таким образом на основе неряшливого цифлеминга было сделано величайшее открытие. Но обратите внимание, от момента, когда он работал в госпитале Святой Марии в 1928 год и сделал эту заметку, до момента открытия и получения Нобелевской премии прошло практически 17 лет. И это уже в 1949 году говорил, почивая на лаврах, потому что уже Нобелевский лауреат, вышел этот журнал «Тайм» с первым его лицом на обложке. Да, он сказал, что это открытие изменит уход истории, и так и произошло. То есть его пенициллин, кристальзин. Уважаемые коллеги, ну вот мне хочется, чтобы у нас с вами у всех была национальная гордость. Вот мы, наше поколение, ну Ирина Владимировна помоложе, ее поколение, оно воспитано в том, в гордости за то, что у нас было. 20 лет назад мы стали все попирать, мы разрушали нашу науку, нам нравилось все не наше, не отечественное, все зарубежное, ну пусть китайское, пусть турецкое, нам все это нравилось. Сегодня мы должны остановиться. Я с гордостью хочу сказать, что Зинаида Виссарионна Ермольева работала в нашей академии. Тот, кто был в нашем здании, академия, и в нашем актовом зале, то в самом конце, где трибуна, там был кабинет Ермольевой. Ермольева получила отечественный пенициллин, и ее назвали, получила уже в 42-м году, потому что войны наши, которые сражались во время войны с фашистами, уже их начал спасать, ее крустозин или ее пенициллин. Уважаемые коллеги, но вот я хочу обратить ваше внимание на то, что первое испытание отечественного пенициллина сделала профессор Раиса Львовна Гамбург. Она работала на нашей кафедре. Сделала она чуть позднее. Есть такая, ну, как бы рассказ о том, что в 1942 году к Ермольевой обратился молодой генерал из близкого окружения Сталина. У него серьезно болела маленькая дочка, у ребенка долго держалась температура. Ермольева ответила, что дать лекарства крустозина она не может, потому что лекарство не прошло клинических испытаний. Но тем не менее, генерал настаивал, Ермольева пошла на риск, девочка очнулась, температура снизилась, и она узнала отца. Поэтому на самом деле предыстория к тем клиническим исследованиям, которые провела Гамбург, работая на нашей кафедре, потому что она первой изучила пенициллину детей при пневмонии, вот первый это был опыт, да, по согласию отца, который сделала Ермольева. Поэтому, уважаемые коллеги, вот оно все рядышком, да, все эти люди работали, и мы, конечно, не должны забывать вот таких, такие знаменательные лица. Я хотела напомнить о том, что доктор Зельман Ваксман, он родился в Киеве, под Киевом, но, правда, к сожалению, нашу родину он покинул после трагической потери своей матери, он уехал еще до революции, приехал он иммигрантом США, работал он, был тем человеком, который первый выделил стрептомицин, то есть второй антибиотик, который уже совершил победу в те годы над туберкулезом. Поэтому вы видите, что все равно корни его российские, да, поэтому, но, к сожалению, вторая часть жизни он провел не у нас. Ну, может быть, в те годы было сложно, может быть, и к счастью для него. Уважаемые коллеги, что касается антибиотика, слово анти против биожизнь, да, ну, вы видите о том, что, когда речь шла о гибели вот этих вот солдат во время войны, был плакат, да, спасибо пенициллину, и мы скоро пойдем домой. Ну, мы сегодня знаем о том, что время открытия новых молекул, к сожалению, заканчивается, антибиотиков новых регистрируется все меньше и меньше, сегодня грядет антибиотикорезистентность, но еще Флеминг в 1945 году выступил с предостережением тем врачам, которые стали применять пенициллин в тех случаях, когда его не требует абсолютно клиническая картина. В подобных случаях, говорил Флеминг, вся ответственность, она ложится на смерть пациента, за смерть пациента, потому что в будущем может развиться резистентность к пенициллину. Поэтому, по сути, эра открытия антибиотиков смогла продлить человеческую жизнь на 20-30 лет. И если мы посмотрим на этот слайд, на нем видно, что 1900 год преобладывала смертность от пневмонии, от туберкулеза, гастроэнтостинальной инфекции. На сегодняшний день, вы видите, увеличила смертность от гастроэнтостинальной, простите, от болезни сердца, и от рака. То есть те годы, благодаря отличной работе антибиотиков, мы смогли с вами, вакцинации, мы смогли с вами контролировать развитие инфекции. Но перспективные варианты смертности в ближайшие, в будущие годы, они, в общем-то, нас не радуют. Это, вы видите, говорят о том, что смертность от антибиотикорезистентности в будущем превысит смертность от онкологических заболеваний. Поэтому мы должны с вами, учитывая рекомендации ВОЗ, поскольку устойчивость это антибиотикам, это одна из трех главных угроз здоровья человеческую, и на сегодняшний день наиболее проблемным возбудителем является грамма-трицетная бактерия, которая проявляет устойчивость к антибиотикам. Но количество новых препаратов, которые зарегистрированы в США, на сегодняшний день резко упало. Вы знаете, что к вам не ходят медпредставители и не рекламируют антибиотики, потому что новых препаратов нет. Растет резистентность. И мы сегодня с вами пересматриваем течение всех болезней и говорим о том, что надо очень аккуратно лечить разными препаратами. Уважаемые коллеги, ну вот посмотрите, пожалуйста, средняя стоимость создания внедрения нового антибиотика более 10 лет на это уходит. От десятков до 300 миллиардов рублей. Эффект от внедрения очень ограничен. И на сегодняшний день результаты, проведенных за последние 20 лет исследований, говорят о том, что в течение года уже к ним растет резистентность. Поэтому, безусловно, не только мы здесь вредим, не только применение антибиотиков в медицине. Колоссальный вред наносит использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста в сельском хозяйстве. Поэтому на сегодняшний день всем миром должны бороться с ненужным назначением антибактериальных препаратов. И то постановление, которое вышло из-под пера председателя правительства 2017 года Российской Федерации, Оно говорит о том, что нужно вот это утвердить прилагаемую стратегию предупреждения антимикробной резистентности. И нужно разделить все препараты, как, собственно, разделили ЛВОС, на три группы. Это препараты доступа, которые первой линии, вот надо ими в основном лечить. Группа наблюдения для особых ситуаций, а препараты резерва это антибиотики «Последняя надежда». И нужно их использовать крайне редко. Уважаемые коллеги, таким образом должен быть повсеместный контроль за рациональным использованием антибиотиков и разработка альтернативных вариантов терапии. На сегодняшний день есть новые разработки ученых. 19 соединений с разной активностью создано 10 в отношении грамм положительных возбудителей, 5 в отношении грамм отрицательных возбудителей и 4 препарата широкого спектра. Это вы видите, идут слайды 12-го года, наверное, уже они появились. На сегодняшний день появились новые данные про микробиоту, о том, что на сегодняшний день объем микробиота приблизительно 10-14 степени, практически в 10 раз больше числа клеток в организме человека, а количество генов в 100 раз больше, чем генов хозяина. Но, уважаемые коллеги, мы понимаем, что антибиотики – это убийцы микроорганизмов, и антибиотики абсолютно не делают различия между болезнетворными бактериями и натуральным микробиомом. Вот этот слайд я очень люблю, он уже старый, я его многократно показываю, но, коллеги, вот посмотрите воздействие антибиотика на флору. Вот посмотрите нижнюю стрелочку лечения антибиотиком. Вот прошло, ну, самый яркий пример – 3 дня, да, 5 дней, 7 дней, 10 дней. И посмотрите, пожалуйста, закончили вторая стрелочка лечения, а дальше продолжается убийство флоры. То есть мы не даем антибиотик, а убийство продолжается. Причем интересно, что флора при лечении вторхиналонами некоторыми убита, например, циплофлоксоцином на 1 год. Клиндомицин убивает флору на 4 и более месяца. Среди последствий антибактериальной терапии прежде всего снижение микробного разнообразия. Самое главное, что исчезающие виды и роды практически не восстанавливаются. Происходит замещение другими родами и видами, в том числе условно-патогенной флоры. Например, хоум-эффект. Неполное восстановление видового состава после лечения, особенно при повторных коликах. Ну и сегодня мы будем говорить с Ирин Владимировым на вариантах развития антибиотикостронной диареи или псевдомембранозного колита. Ну или исчезают какие-то определенные роды, и это может привести к развитию определенных болезней. Ну а что касается последствий в виде замещения пустых мест патогенами, посмотрите, кандиды начинают расти, либо кластридиум диффицили, или заселяются антибиотикорезистентные штаммы. Поэтому, по сути, это приводит к большему риску развития системных инфекций, стимуляция аллергического воспаления, потому что нередко после перенесенной какой-то инфекции у ребенка обостряются его ранее существующие аллергические болезни. Ну, например, мама говорит о том, что опять появилась слизь в кишечнике, опять у него живот болит, или у него обостряются его проблемы, связанные, например, с бронхиальной астмой или круглогодичным аллергическим ринитом. Мы на сегодняшний день знаем о том, что антибиотики приводят к развитию иммуносупрессии. И клиндомицин приводит к изменению комменсалов родов бактероидов на два года. Вот Ирина Владимировна недавно сама убедилась в том, как клиндомицин работает. Мы его боимся, как огня. А назначенный знакомому клиндомицин, хоть как Ирина Владимировна не уговаривала хирургов и говорила о том, что он, скорее всего, вызовет негативный эффект. Мы педиатры знаем, говорят, нет, ничего не будет. Но, слава богу, применялись там разные средства защиты, но, тем не менее, клиндомицин сделал свое черное дело. Циплофлоксацин за пять дней убивает флору на 30%. Причем частично она восстанавливается, но некоторые виды комменсалов не возвращаются вообще. Ну, и амоксицелин в терапевтических дозах уничтожает лактобацилла. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день нет ни одного антибиотика, который не оказывает пагубного влияния на кишечную микроэкологию. Поэтому среди последствий антибиотикотерапии это прежде всего высокий риск развития ожирения, и на сегодняшний день развития антибиотико-сцеронного поражения кишечника, о чем сейчас будет рассказывать Ирина Владимировна. Ну, вот если мы вспомним определение ВОЗ, то это три или более эпизодов жидкого водянистого стула за 24 часа, которые возникают на фоне приема антибиотиков, либо через два месяца после прекращения курса. Ирина Владимировна нашла очень интересные данные, достаточно свежие, про то, как небезопасно пациенту лежать на той же самой кровати, в которой лежал до него пациент, который получил антибиотики. Ну, мы понимаем, что видели, во всяком случае, по фильмам, то в лучших клиниках ША очень тщательная уборка, да, нам показывали раньше красивые кровати, они у нас сейчас тоже есть, да, ну, правда, не во всех больницах, но тем не менее. И были обследованы в 10-м и 15-м годах пациенты из 4 больниц Нью-Йорка. И посмотрите, какой большой процент пациентов был обследован. 10 615 пар пациентов, которые последовательно ложились на одну и ту же койку. И оказалось, что если передо мной лежал пациент, который получал антибиотики, то я, когда легла на эту же койку, в течение от 2 до 14 дней развивалась клостридиальная инфекция. Поэтому, по сути, риск развития клостридиума дефицитальной инфекции был выше, если предыдущие пациенты получали антибактериальные препараты. Что касается риска развития антибиотикостридной диареи, этот термин мы должны использовать и не прибегать к термину дисбактериоз, то вы видите, что цифотоксин, цифтозидим, амоксилинокловланат, цифокситин и антисинегнойная пенициллина это все те препараты, которые обладают высокими рисками развития антибиотикостридной диареи. На сегодняшний день активно изучается влияние антибиотикотерапии на микробиоту кишечника, и вы видите, что практически вот это кривое начало использования антибиотиков совпало с ростом различных аутоиммунных заболеваний, прежде всего, рост болезни крона. Ну вот я работаю в нашей клинике 32 года, Ирина Владимировна чуть меньше, но она вспомнит о том, что наше большое гастрометрологическое отделение на 60 коек, а часто лежало там больше пациентов, в целом около тысячи пролеченных больных было за год, и было показано о том, что раньше у нас был один больной болезни крона за год, сегодня у нас больных практически есть еженедельно новые. Поэтому, уважаемые коллеги, то есть отчасти связь отдаленных последствий антибиотиков с целым рядом различных заболеваний, она доказана. Поэтому, прежде всего, это ожирение, это диабет второго типа, инсулинорезистентность, это системное воспаление, эндотоксимии, метаболический синдром, ревматоидный артрит, кардиоваскулярные болезни, гипертензия, эндокринный дисбаланс, колоректальный рак, диарея, запор, целиакия и также воспалительное заболевание кишечника, включая болезнь крона. Исследование, которое проводилось и так или иначе искали связь с болезнью крона, оно было проспективное, изучалось состояние здоровья полтысячи новорожденных, учитывалось число проведенных в дальнейшем курсов антибиотиков, объем терапии и оказалось, что чем больше было курсов антибактериальных препаратов, тем больше был риск болезни крона. Уважаемые коллеги, а вот это исследование я неоднократно показывала, это прежде всего исследование, которое проводилось в Дании, где отследили здоровье 28 тысяч младенцев, дети, которые принимали антибиотики в течение первых шести месяцев после рождения, были более склонны к ожирению в течение последующих семи лет вне зависимости от массы их матерей. И обратите внимание на публикацию в журнале «Джама Педиатрикс», где было доказано, что риск ожирения в пятилетнем возрасте выше у детей, которые получали антибиотики широкого спектра действия первые два года жизни. На сегодняшний день активно изучается влияние антибиотикотерапии на микробиоту кишечника. И есть исследования, когда доказывается о том, что антибиотики как раз в раннем возрасте повышают риск ожирения на экспериментальных моделях. В частности, видите, изучаются микробиоты тучных мышей. И все это идет на сегодняшний день изучение через определение краткоцепочных жирных кислот. На сегодняшний день изучаются биопленки. И в составе биопленки обнаруженные микробы обладают повышенной устойчивостью к эффекторам иммунной системы, антибиотикам и дезинфектантам. Поэтому вот сегодня действительно большая проблема — это те микроорганизмы, которые вырабатывают биопленки. И мы сегодня, конечно, ожидаем, что то использование различных дезинфектантов тоже окажет свое негативное воздействие. Поэтому, что касается исследования, Ирина Владимировна чуть позже остановится на этом, я хотела показать глобальные рекомендации Всемирной гастометрологической ассоциации. И хочу сказать, что вот хотя эти исследования недавние, на сегодняшний день сахаромицета рода Буларди слетели с доказательства 1А на третий уровень, то есть хочешь давать, хочешь не давать. Поэтому вы видите, как важно продолжающееся исследование. Поэтому на сегодняшний день самая высокая доказательная база это бифидолактобацилла равно за GG, бифидобактерии рода лактис BB12 с термофильным стрептококком. И посмотрите, пожалуйста, наш семинар от 8 октября прошлого года на нашем сайте, где к нам приезжала Ханя Шаевская, руководитель комитета СПГАН по пробиотикам. Она расскажет вам о тех негативных данных, которые сегодня получены в качестве сахаромицетных родов Буларди. А вот это исследование проводилось с использованием секвенирования несколько лет назад, где использовался амоксицелинокололанат без лактулозы и амоксицелинокололанат с лактулозой. Посмотрите, какое количество родов просто исчезло. Поэтому если посмотреть уже то, что выдал секвенатор, вы видите с левой стороны то, что было амоксицелинокололанат, там много вот этих разреженных цветов, где только один цвет. Это исчезли группы микроорганизмов. Ну и более того, да, существуют данные, что если мы будем использовать все пробиотики подряд одновременно с назначением антибиотиков, то мы можем усилить антибиотикорезистентность через передачу плазмидов. Поэтому на сегодняшний день вопрос, какой пробиотик вы используете одновременно с антибиотиком, это вопрос очень важный, очень сложный, потому что можно навредить именно вот через передачу плазмидов. плазмид. Я хотела напомнить, что важным при антибиотикоаспиронном поражении кишечника не сами глостридиум дефицитили, а те токсины, которые они вырабатывают и которые стимулируют продукцию различных провоспалительных цитокинов. Поэтому передаю микрофон доценту Бережной Ирину Владимировну, кандидату медицинских наук, она нам расскажет, представит первый клинический случай. Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемые коллеги, начать хотелось бы вот с такой истории. Девочка годовалая, известно, что она от нормально протекавшей беременности, однако вся беременность у мамы были часто респираторные инфекции, родилась она нормальными весоростовыми показателями и до 2,5 месяцев ребенок находится на грудном вскармливании дальше переводится на очень хорошую смесь, смесь серии комфорт, которая имеет частично расщепленный белок и в общем-то при биотике, пробиотике все то, что должно находиться в качественных продуктах. 3 месяца ребенок у нас насколько вы видите хорошо прибавляет в весе, в росте, состояние кожи удовлетворительное, у него нормальный стул, то есть она совершенно хорошо развивается. 3 месяца у ребенка отмечается эпизод рвоты до 3 раз подряд, далее через несколько часов нарастающая диарея до 17 раз в сутки. Стул стал очень жидкий, мама отмечала прожилки крови и стул стал коричнево-зеленоватого цвета. Но вот сутки мама отмечает подъем температуры до 39 градусов и то, что назначается педиатром смекта, бифидумбактерин, энтерофурил, эффект умеренно положительный и на этом фоне отмечается курс азитромицина на 3 дня. Эффект мама не отмечает положительный, она не отмечает никакого хорошего эффекта, вроде все то же самое, что пили антибиотик, что нет. Далее в течение полутора-двух месяцев у ребенка сохраняется учащенный стул до 10 раз в сутки, жидкий, зеленью, категорический отказ от еды и обратите внимание, что за 2,5 месяца она прибавляет всего 450 грамм. Если мы начали очень подробно пытать маму, что же все-таки у нас происходило? В питании смесь, когда ее перевели уже получается почти в 6 месяцев на смесь на основе гидролиза сывороточного белка, отведение при корме решили воздержаться до 6 месяцев, однако бабушка, когда начали давать правильную смесь, состояние ребенка улучшилось, но в 4,5 месяца бабушка решила ввести молочную смесь, потому что это невкусное, стул зеленый, пахнет, ей не понравилось, цена не обсуждалась, там вообще очень интересная семья, в 3 месяца с чего вообще все это началось, ребенку дали копченую утку попробовать. Вот на фоне переведения, перевода на молочную смесь, у нее эпизод рвоты, стул более разжиженный опять до 17 раз в сутки, весь практически в виде воды впитывается в памперс, дальше возвращают смесь на фоне на основе гидролиза белка и состояние ребенка значительно ухудшается в течение первых 3 дней, однако в 6 месяцев впервые берется анализ крови, где выявляется анемия 90 грамм на литр и назначение педиатра участкового назначается мультофер. То есть у ребенка гастроинтестинальное проявление аллергии, которые были убраны при назначении правильной смеси, которые возобновились на фоне провокации хорошей, но молочной смеси в виде рвоты и жидкого стула и то, что он не весь впитывался, то есть явно, что была вторичная лактаза недостаточность, а все это называется аллергический гастроэнтерит наверное, потому что мы не знаем насколько Мама же говорила все-таки о примеси крови в стуле, поэтому гастроэнтерит тоже. И дальше что касается анемии, мне хочется, чтобы вы прокомментировали. Во-первых, Ирина Николаевна, у меня, к сожалению, нет полного развернутого анализа. Есть только формально 90 грамм на литр и назначение мультофер, потому что то, что принесла мама, это даже не выписка из амбулаторной карты, это листочек, ну, такой маленький, к сожалению. Поэтому с большей вероятностью доктор, видимо, решила, что здесь железодефицитная анемия, она в принципе с 4 месяцев имеет право быть, потому что по возрасту запасов железа уже не остается, которые мама дала, но плюс еще и те проявления диареи, которые были, да, они тоже провоцировали потерю. поэтому, скорее всего, анемия была смешанная, но на такой кишечник назначать мультофер, в общем, вопрос очень спорный на самом деле. Ну, а что сделала бабушка? Бабушка сделала классическую схему, которую рекомендует Испуган, дать правильную смесь, улучшение состояния, потом дать провокацию для того, чтобы доказать диагноз. Себе прежде всего. Ну, прежде всего, да. Так что, ну, бабушка-то пошла по европейскому пути. Но европейский путь предполагает, вам месяц выдали бесплатную смесь, добились улучшения, через месяц бесплатность заканчивается, проводятся провокации, если все возобновляется, продолжается бесплатная выдача смеси. Мы этого позволить не можем, зачем мы будем человека мучить, мы добились улучшения, зачем нам провокация? Потому что главный эффект на диеты, в виде диеты-диагностики мы получили результат. В 6 месяцев у ребенка отмечается на улучшение состояния. В 6 месяцев опять эпизод рвоты до 10 раз в сутки, беспокойство, отказ от еды, жидкий стул до 25 раз в сутки, стул до воды с примесью крови в виде прожилок и сгустков. Однако от госпитализации в стационар мама отказалась. Когда я стала выяснять, что же дали на этот раз, на этот раз дали копченую рыбу. Осталось у них в питании смесь на основе гидролиза, ничего больше не вводили. За следующий месяц прибавка всего 180 грамм. Третий эпизод заболевания. Обратите внимание, что с 7 до 8 месяцев на фоне правильного питания, правильного введения прикорма, безмолочного, все стало хорошо. Ребенок активный, веселый, 8 месяцев, опять-таки, жидкий стул, который стал учащаться, периоды отказа от еды, вялость, сонливость. И видите, вот то, что мама прислала, вот такая мокрая попа с зеленым стулом, и дальше стул уже с примесью слизи крови, весь впитывается в памперс. В анализе крови из того, что мама принесла, единственное, это тоже была сделана тройка, да, не соответствующий правилам взятия анализов, но тем не менее, что было. Гемоглобин 85-92, лейкоциту до 15, почти до 16 тысяч и соя 28 мм в час. То есть, с большей вероятностью здесь есть воспалительный процесс, однако нет формулы, мы не можем сказать, насколько там будет сдвиг по нитрофильному звену. В капрологии, опять-таки, эритроциты до 100 в поле зрения на слизи, лейкоциты до 70, иудофильная флора в большом количестве, проводилась симптоматическая терапия без какого-либо эффекта, и ребенок госпитализирован в стационар в возрасте 9 месяцев. Обратите внимание, в 9 месяцев, если до 3 месяцев она прекрасно прибавляла в массе, был эпизод, когда она месяц прибавила очень хорошо, кило 200, однако к 9 месяцам у нее кило 900 недостаточность питания. Ну и если посмотреть уже то, что у нас получилось в стационаре, обратите внимание, клинический анализ крови гемоглобин 101 грамм на литр, лейкоцитоз до 17,5 тысяч, с выраженным палочко-ядерным сдвигом до 10%, то есть мы получаем 1700 клеток, это очень много, моноцитоз, соя 22 мм в час и иозинофилия. Она что в абсолютных, что в относительных цифрах будет. есть повышение АСТ, умеренное, всего там на 50%, все остальные показатели в пределах нормы, кроме щелочной фосфатазы, она повышена, повышен уровень цириактивного белка почти в 3 раза, да, и уровень витамина D очень низкий, всего 12, то есть я так понимаю, что и мультофер, и витамин D давали нерегулярно, как придется, и, соответственно, что и потери, которые были, да, нарушение в САСМ не вообще жирорастворимых витаминов, учитывая ситуацию. В капрологии юдофильная флора, большое количество крахмала, слизь, эритроциты, лейкоциты, доста, то есть мы имеем воспалительные изменения по ультразвуковому исследованию внутренних органов, уплотнение стенки желчного пузыря с осадком в просвете, ну, остальные показатели, в принципе, в пределах нормы. Обратите внимание на анализ мочи, здесь есть следы белка, лейкоцит, урея, умеренная, до 24 в поле зрения, есть слизь. Ну, и взяли антитела к токсинам клостридиум дефицеля, они оказались положительными, токсин А и токсин Б. В этой ситуации, до того момента, как еще получали результаты на токсины, провели колонфиброскопию, что получили? В слизистой сигмовидной прямой кишке была умеренно гиперемирована, отечная, эрозия единичной под фибрином, выражена контактная кровоточивость, незначительно, не настолько, как она бывает при тяжелых язвенных колитах, но и ребенок-то маленький. По морфологическим данным, данных за язвенный колит мы не получили, однако, что имеется? В слизистой оболочке толстой кишки, дистрофические изменения, эрозия, гиперемия, отек и клеточная инфильтрация нейтрофилами и озенофилами. Абсолютно не специфически, потому что это может быть и при кишечной инфекции, это может быть и даже при псевдомембранозном колите, антибиотико-сцировном колите, язвенном колите. Если незначительный период заболевания, то есть стаж заболевания маленький, мы можем специфических моментов не получить в принципе. Был посев кала на условно-патогенную флору, ничего мы плохого не получили, а вот в анализе крови на РПГА сальмонелла энтеритидис высеялась практически не просто в диагностическом титре, а в очень высоком титре. И казалось бы, для ребенка, который получает только смесь, не получает ничего другого, ну в общем странный анализ. Мы его перебрали, и через неделю в парных сыворотках было нарастание титра. Когда я стала пытать бабушку, оказалось, что еще 8 месяцев, как раз где-то недели за 2 до вот этой ситуации, она опять что-то дала ребенку, не то копченую курочку попробовать, не то еще что-то такое, что-то срыл. Поэтому начиная с 3 месяцев. Прежде всего, я хотела бы обсудить, наверное, немножко рискованно было в такой острый период делать кованую фиброскопию, потому что у вас богатейший опыт ведения подобных больных с подозрением на колит, но поскольку все-таки ребенок с одной стороны нужно выяснить причину его всего и поставить диагноз. Наверное, вы перед тем, как делать колоноскопию, его все-таки пролечили. Николай, я с вами абсолютно согласна, но, знаете, вот что получила, то получила. Это как бы вот не было мое дело. Я бы колоноскопию в этом возрасте не проводила в принципе. Ну, то есть это не ваш случай конкретно. Мы анализировали. Я ее получила уже с результатами. Да. Делать волнительно. Или хотя бы если остро стоит, вот сколько у нас было детей и с псевдомембранозным колитом, и надо, и ты весь жмешься делать, не делать. Почему? Мы же боимся перфораций кишки, особенно у тяжелого ребенка. И лечить надо, и не знаем, что мы лечим. Поэтому перед этим, перед началом лечения, обычно все равно назначается кишечный антисептик, не всасывающийся, альфа-рефоксимин, не всасывающийся, да? Поэтому он ведь и входит в стандарты лечения ВЗК как первым препарат, как бы самоинициирующий начало, потому что роль инфекционного начала все равно никогда ты не исключишь. Тем более, что здесь, видите, сальмонелла нашли. Поэтому, конечно, хорошо, что этот случай лично не ваш, да, мы просто анализируем. Я бы кололоскопию, конечно, делать не стала в этом возрасте. Вероятно, ВЗК в этом возрасте меньше одного процента, поэтому... Уважаемые коллеги, у нас на сегодняшний день в нашей больнице имени Башляевой блестящая эндоскопия, да, и блестящие у нас патологоанатомы, у нас полный сегодня консенсус с патологоанатомической службой, и по нашей просьбе они все нам считают, они считают количество эозинофилов. Потому что Ирина Владимировна говорила о том, что, да, это может быть не специфическое, но все дело в количестве. Поэтому сегодня мы занимаемся с Ириной Владимировной эозинофильным, не только аллергическим поражением кишки, занимаемся эозинофильным поражением кишки, и есть разные критерии по содержанию в каждом участке пищеваритного тракта свое, своя норма эозинофилов. Поэтому вот с одной стороны сделали вот с таким страхом, да, и получили вот такое описание, вот то, против чего много лет, уже лет 25 начала борьбу Ирина Владимировна, потому что она зачтила диссертацию по колитам, и она же на каждому больному ходила, ну, у нас была другая эндоскопическая служба, то есть своего больного она присутствовала во время исследования, она говорила, откуда ей нужно кусочки, вот, поэтому это была некая борьба. Сейчас у нас этой борьбы нет, все хорошо, но, уважаемые коллеги, вот уже вы делаете, вы должны знать, что вы хотите получить, поэтому количество, что там, сколько клеток и у зенофилов, об этом надо просить нашу морфологическую службу. Хотите что-то добавить? Конечно, качество морфологии, это очень, это самое важное, наверное, в этой ситуации, потому что здесь четко было бы понимание, либо это аллергическое поражение, воспалительное поражение на фоне какой-то инфекционной ситуации, учитывая сальмонеллу энтеритидис, но если вы помните, Ирина Николаевна, когда мы делали нашу работу, у нас же тоже получилась именно сальмонеллезная инфекция явилась пусковым механизмом развития любой формы ВЗК и болезни Крона почти у 80%, поэтому, собственно, они всех что-то переносили, то есть что-то явилось пусковым механизмом, такая инвазивная бактерия, она вполне могла дать, в общем-то, толчок, и мы не знаем, что переносил ребенок в три месяца с этой копченой уткой, что это было, то есть в три месяца копченая утка, в шесть месяцев, какая-то копченая рыба и в восемь месяцев еще что-то с рынка, копченая какая-то не то курица, не то еще что-то, не помню уже, вот, поэтому, и при этом не признавались. Ну, что касается сальмонеллезы, на сегодняшний день, я, обратите внимание, специально написала, что это 2019 год, последние данные, потому что сегодняшний день не так много изучается кишечная инфекция, казалось бы, даже инвазивная, о них уже известно почти все, и, ну, в общем, здесь все как бы совсем понятно, и очень мало работ по этому поводу. Так вот, формулировка, что-то сальмонеллеза на сегодняшний день, что это ежегодно в мире регистрируется 94 миллиона случаев гастроэнтеритов, которые обусловлены нитифоидными сальмонеллами, и до 155 тысяч случаев сальмонеллеза с летальным исходом. То есть, это 6% заболевших, это очень высокая цифра, учитывая даже, если мы сравним там с вирусными инфекциями, даже с гриппозной пневмонией и так далее, то эта цифра очень высокая. Да, безусловно, скорее всего, это слабо развитые страны, либо те республики, которые не очень хорошо оснащены финансово, да, они делают чего-то неправильно, лечат, но, тем не менее, факт остается фактом. И обратите внимание, здесь очень уважаемые люди, профессор Лапзин, по рекомендации, все клинические рекомендации, собственно говоря, это самый главный инфекционист, поэтому не верить ему мы не можем. Если вообще говорить о сальмонеллезе, то сальмонеллы, Ирина Николаевна очень много говорила сейчас о вообще тех микробах, которые есть, сальмонеллы, они существуют, они живут с нами, в общем-то, в тесном контакте всегда, названы они по имени впервые описавших американского исследования сальмона. Инфекция инвазивная, и, насколько вы видели, 6% за последнее время регистрируется смертельных случаев. Путь передачи фекально-оральной, водной, пищевой, контактно-бытовой, какой угодно. Она не настолько контагиозна, она не летает, но, тем не менее, немытые руки, какие-то зараженные продукты имеют полное право быть. Вот клинические рекомендации, которые у нас с вами существуют, хотя они от 2013 года на сегодняшний день ничего не появилось. Я вам представила работу 2019 года профессора Лобзина. Там данные практически все те же самые. Наиболее значимые штаммы сальмонеллы, это сальмонелла тефемуриум и сальмонелла энтеритидис. На сегодняшний день сальмонелла энтеритидис наименее тяжелые формы дает, сальмонелла тефемуриум намного тяжелее формы дает, и сальмонелла тефи, но это уже ТИФ. Если мы с вами посмотрим, почему настолько все серьезно, обратите внимание, энтеротоксины. Они могут быть, как холероподобный энтеротоксин, цитотоксин повреждает энтероциты и энтотоксин. И чаще всего у сальмонелла и тифамуриум все три токсина находятся, да, а у сальмонелла и энтеридидис эти три токсина в разной компоновке. И холероподобного токсина в энтеридидис просто меньше. Поэтому, соответственно, тяжесть диареи просто менее выражена. Обратите внимание, исследования, что мы можем сделать на сегодняшний день, кроме тех исследований, о которых уже тоже Ирина Николаевна говорила, когда мы бактериологическим методом пользовались, посевами, когда мы пользовались с вами РПГА, да, это сирологические реакции, анализы крови, которые тоже не появляются в первый день. На сегодняшний день мы можем с вами сделать ПЦР, КАЛА, да, и референсные значения должны быть отрицательны. Это то, о чем говорила Ирина Николаевна, когда мы находим не саму бактерию. Мы находим генетический материал ДНК и совершенно не должны ее сеять. Проросла она, не проросла, условия ей создали или нет. Либо она есть, либо ее нет. Если результат положительный, то наличие ДНК бактерий указывает на острую инфекцию или хроническую бактерионосительность. Вот, обратите внимание, то, что написано в наших клинических рекомендациях. Методы диагностики для сальмонеллеза. Выделение сальмонеллы из фекалий – это считается основным методом. Выделение ДНК сальмонеллы как вспомогательный метод, потому что, к сожалению, на сегодняшний день не все клиники могут это делать. Да, и реакция иммунофлюоресценции ИФ или ИФА может тоже как вспомогательный метод исследоваться. И серологический метод, который является вспомогательным методом выявления специфических антител. Что было у нашего ребенка? Мы не выявили в посеве ничего, но мы выявили специфические антитела в сыворотке крови, которые для сальмонеллеза являются 1 на 200 диагностическим титром. Некоторые лаборатории, которых расчет идет по британской системе, у них 1 на 160 будет диагностический титр для сальмонеллеза, и любое его нарастание – это уже положительный титр. Соответственно, сыворотку надо брать в каждой, обязательно парной сыворотке с расстоянием от одной до другой 7 дней. То есть, если у вас ребенок заболел сегодня, вы можете антител не увидеть, но через 7 дней вы увидите нарастание антител. Соответственно, еще была очень интересная работа, которую я нашла. Она была представлена как методические рекомендации для сельского хозяйства, она не была для медицины. Но там есть очень интересная вещь. Для обследования тех людей, которые работают с животными, тоже проводится РПГА для того, чтобы понять, есть ли у них или болели ли они такими тяжелыми инфекциями. Так вот, там очень интересная вещь написана, что в зависимости от региона и того, где живет конкретно человек, в городе или в деревне, РПГА стартово может быть разный. Человек может не болеть, но изначально у него может быть не 1 на 200 для сальмонеллеза, а 1 на 400, 1 на 800. И он не будет болеть просто за счет напряженности иммунитета, потому что он все время с этим сталкивается. И вот обратите внимание, антибикробная терапия сальмонеллеза на сегодняшний день считается, что легкие и средне-тяжелые формы нет необходимости лечить антибактериальными препаратами. Вот из 12 рандомизированных клинических исследований оказалось, что нет никакой разницы в применении антибиотиков и плацебо. Применение антибиотиков имеет более высокий риск антибиотико-ассоцированной диареи, бактерии уносительства через 3 недели после окончания курса терапии, уменьшение выделения скалом микробов первые 5-7 дней, но риск повторного рецидива, если антибиотики были 23%, если их не было всего 4. То есть это существенная разница. Этим работам уже много лет, но я вам говорю, что на сегодняшний день ничего нового по этим болезням, собственно, не напечатано. Вот этими данными пользуется сейчас весь мир. Если посмотрим на данные ВОЗ, опять-таки это последние данные 2018 года, рутинная антибиотикробная терапия не рекомендуется для легких или умеренных случаев у здоровых лиц. Это связано с тем, что антибиотикробные препараты могут не полностью элиминировать бактерии и могут подбираться для устойчивых штаммов. То есть, собственно говоря, вот таким образом. Значит, что касается терапии. Здесь много вопросов. И даже к нашим последним рекомендациям тоже вопросов очень много. Почему? У взрослых, у детей старше 2 лет. Обратите внимание, первым антибиотикам, Лена Николаевна тоже обращала на это внимание, пароральные фторхиналоны являются препаратами выбора. Рекомендации по применению аналидиксовой кислоты как альтернативы в настоящее время не актуальны. На сегодняшний день ничего не изменилось. Тяжелая форма течения лечится в стационаре 3-5 дней внутривенными антибиотиками, а далее, либо пароральными в зависимости от того, от тяжести состояния, далее либо меняется, либо ребенок выписывается на долечивание, потому что риск устойчивости штаммов очень высокий. Обратите внимание, азитромицин стоит подобно фторхиналону. Он оказался более активен инвитро, чем другие в отношении сальмонелл, даже расположенных внутриклеточной, что немножечко вызывает много вопросов. Наш ребенок, как раз, вы помните, получил азитромицин без всякого эффекта. Препаратами выбора, если мы говорим о сиротипе, холериоз является цифалоспорина 3-го поколения, длительность терапии для тяжелых случаев 10-14 дней. Но менингиты и другие вне кишечные проявления, там до 6 недель назначения антибактериальных препаратов. Что получил наш ребенок? Он получил амоксицелин. Я даже не знаю, как это комментировать, но вот что получил. Смектит получил, мультиштаммовый пробиотик и регидратацию. В течение первых суток был выраженный положительный эффект, все было прекрасно. Первая неделя в весе ребенок прибавляет 500 грамм, стул 3 раза в сутки, без примесей. В принципе, эффект получили даже через сутки от начала терапии. Однако через 20 дней от окончания терапии, то есть у нас получается уже почти месяц от начала введения антибиотика, беспокойство, стул до 5 раз с кровью. И, соответственно, вот такой вот стул вы видите. Встал вопрос, что псевдомембранозный колит, рецидив сальмонеллеза, ВЗК, либо что-то еще, да, либо аллергический колит, с которым надо разбираться. Вот обратите внимание, что по данным разных исследований я вам привела клинические рекомендации терапии язвенного колита, которая есть в нашей стране. Обратите внимание, в 2016 год встречается частота 3,4,5,1 случаев на 100 тысяч детского населения среди детей. Однако в Великобритании данные 6,8 на 100 тысяч детей. И вообще мировые данные, что частота встречаемости язвенного колита среди детей первого года жизни не более 1%. Однако обратите внимание на следующее, что написано. Ключевым дефектом иммунитета, приводящим к развитию ВЗК, является нарушение распознавания бактериальных молекулярных маркеров дендринскими клетками, что приводит к гиперактивации сигнальных провоспалительных путей. Также при ВЗК отмечается снижение разнообразия кишечной микрофлоры за счет снижения доли аэробных бактерий, преимущественно это бактероиды фурмикуты. То, о чем говорила Ирина Николаевна в начале. При наличии указанных микробиологических монологических изменений ВЗК развивается под действием пусковых механизмов. Обратите внимание, курение, нервный стресс, дефицит витамина Д, что было у нашего ребенка, дефицит витамина Д. Питание с пониженных пищевых волокон, ребенок ничего, кроме смеси, еще не получал. Повышенное содержание животного белка, чего у нас не было, кишечная инфекция, особенно инфекция квасстридиума дефицеля. То, что у нас, собственно говоря, три варианта есть, которые могли запустить вот этот тяжелый процесс. И вот с этой позиции уже годовалого ребенка, возможно, то проведение колоноскопии, которое было изначально, было где-то даже оправдано. Однако мы ничего не получили в морфологии для того, чтобы поставить какой-либо диагноз. Еще один ребенок, которому полтора года. Жалобы на лихорадку субфибрильную, боль в животе, диарея 3-5 раз в сутки. Известно, что ребенок заболел остро, поднялась температура невысокая, отмечалась диарея 2 раза. Через 2 дня, в течение еще 2 дней, подъем температуры 38,6, ренит, стул оформленный. Однако с 23 числа, это у нас уже получается через 5 дней от начала заболевания, ухудшение состояния, вялость, сонливость, отказ от еды. Ребенок госпитализируется в стационар с высокой лихорадкой 39,5, да, и что мы видим с вами в клиническом анализе крови. Лейкоциты у нас нижняя граница нормы, моноцитоз относительный, да, потому что в сравнении с количеством лейкоцитов абсолютных цифр не получается. В клиническом анализе крови соя совершенно нормальная, гематокрит тоже, то есть, собственно говоря, больше ничего такого у нас нет. По данным анализа мочи никаких изменений не было. Обратите внимание, что ребенка обследовали, выявлен ДНК-вирус герпеса 6 типа, РНК ротовирусной инфекции тоже обнаружено. Однако ребенок еще консультирован лор-врачом, и у ребенка двухсторонний катаральный отит, однако что меня смутило, что 24-го часа есть катаральный отит, а уже через 2 дня катарального отита нет. То есть катаральный отит слишком быстро для того, чтобы что-то произошло, поэтому довольно сложно судить об этом диагнозе. Обратите внимание, диагноз, которым ребенок получал терапию, ротовирусная инфекция, герпесовирусная инфекция 6 типа, двухсторонний средний катаральный отит. Ребенку проводилась инфузионная терапия, линдоцин внутривенно, проводилась опять-таки и пробиотическая терапия, симптоматическая терапия, и еще одним антибиотиком, который был следом за линдоцином, был супракс пароральный. Ну, очень большие сомнения, насколько необходима была антибактериальная терапия в этой ситуации, но, насколько вы видите… Такой легкий ротовирусная инфекция не требует антибактериальной терапии. Ну, вот, Ирина Николаевна, вот все, что было в выписке, я ничего не придумала, я специально оставила, потому что вот даже переписывать это было страшно. Ну, сыпь, наверное, за счет активации герпесовирусной инфекции. Здесь даже сложно сказать, что же было на самом деле, аллергическое или нет, но герпесовирус 6 типа как раз и даст нам снижение температуры и высыпание, поэтому вполне возможно, что высыпания не были никаким образом связаны с основным заболеванием. Через 2 недели после выписки из стационара – это то, с чем они пришли ко мне. Вялость, отказ от еды, боли в животе на фоне резкого вздутия живота, стул жидкий со слизью, примесью крови в виде точек и прожилок, и частота стула была до 10 раз в сутки, температура была все это время около 37,5. Ну, и вопросы. Мы же должны каким-то образом оценить, что же произошло, как клиническую картину оценить. Нужно назначение в этой ситуации антибиотиков? Какие анализы нам нужны для уточнения диагноза? Соответственно, мы с вами понимаем, что антибиотика с циррами диарея, она развивается примерно у каждого четвертого пациента. По разным данным, разные цифры даны, но мы прекрасно понимаем, что чаще всего так и бывает, что примерно каждый четвертый у нас развивает какую-либо проблему. И вот как Ирина Николаевна уже делала акцент, клиндомицин на сегодняшний день ничего не изменилось, даже от того момента, как был впервые описан клиндомициновый колит, или то, что мы сейчас назовем псевдомембранозным колитом, он на сегодняшний день абсолютно является таким же активным. Просто мы не назначаем клиндомицин, поэтому почти... Мы же мы с вами не назначаем, Ирина Николаевна, а на самом деле-то вот я столкнулась с тем, что назначают и сейчас очень часто. Что меня потрясло? На одной из конференций я увидела спрей в нос для детей, который с клиндомицином для лечения аденоидита. Меня это просто потрясло. Ну, Кириша Владимировна, у нас ребенок получил линдоцин, это цифтриаксон. Поэтому из тех препаратов ампицелин мы, к счастью, не применяем в наше время, а вот цифтриаксон в нашей стране просто льется рекой. Поэтому, дорогие коллеги, применяйте, так понимаете, о том, что все, что происходит в пределах 2-3 месяцев после окончания вашей терапии, это может быть как следствие того, что вы применяли цифтриаксон с развитием антибиотика ассоцированного поражения кишечника. Ну, к сожалению, на сегодняшний день даже и не описаны необходимые сведения цифалоспоринов третьего поколения уж цифтриаксона для терапии кишечных инфекций. Но, тем не менее, он всегда, везде назначает. Да, везде отит лечили. Безобидный, катуральный. Ну, он через 2 дня прошел, это как-то очень странный какой-то отит. Путь сведения антибиотика не влияет на частоту диареи, поэтому вот я сделала акцент на этих каплях в нос, которые на основе клиндомицина вообще непонятно зачем придуманы. Если мы с вами поговорим о ботиологических факторах вообще антибиотик ассоцированной диареи, то антибактериальная терапия, естественно, является основным. Но примерно у 75-80% именно она связана на момент приема антибиотик. И связано это именно с самим антибактериальным действием. Либо токсическое воздействие на структуру кишечного эпителия, либо воздействие на кишечный кровоток, либо усиление моторики кишечника. И мы с вами знаем эту историю, уже неоднократно рассказывали, то, что в Европе очень часто применяется эритромицин, как мателиноподобное средство у детей с сырвотами, с рыкиваниями и так далее. Причем применяется длительно. И примерно 20-25%, которые имеют именно бактериальную, инфекционную природу вот этого антибиотика с сырвенной диареей, который может вылиться в крайне тяжелые последствия. На первом месте, конечно, стоит кластридиум дефицеля до 20%, но и такие, казалось бы, безобидные, как грибы рода кандида. Есть работы о клипсиэлоокситока, сальмонеллы могут вызывать антибиотикосырованные проблемы, и вот клипсиэлоокситока тоже описано. На сегодняшний день самым интересным является еще кластридиум перфрингинг. К сожалению, на сегодняшний день очень мало лабораторий, которые делают именно кау на кластридиум перфрингинг, для того, чтобы доказать его присутствие. Вот я, например, в свое время не нашла ни одну лабораторию в Москве, которая бы что-то делала. Ну, и если кто такая кластридиум дефицеля, которая наиболее часто вызывает поражение кишечника, вызывает кластридиозные инфекции, которые могут течь очень тяжело, это граммоположительный спорообразующий анаэробы, который устойчив к воздействию антисептиков. Ирина Николаевна обращала внимание на вот эти биопленки, которые образуются на поверхности. Так вот, первое, что уже давно известно, на сегодняшний день кластридиум дефицеля инфекции считается назокамиальной официально, потому что, вот Ирина Николаевна говорила об этой работе американской, да, что если вы даже полежали на этой койке, где действительно все хорошо убирается, вроде бы все делается, но тем не менее риск заражения кластридиозной инфекцией очень высокий. Что интересно, токсигенность штаммов, которые вырабатывают вот эти кластридии дефицели. На сегодняшний день была очень интересная работа, проведенная. В течение трех месяцев собирались образцы кала у пациентов, да, в 19 лабораториях и 9 штатах США. То есть, по сути дела, такая, знаете, независимая работа была. Первый образец амбулаторный или через 72 часа после госпитализации, повторный через 3 месяца после 8 дней в стационаре. Обратите внимание, что из 175 образцов клиника антибиотикоассоциированной диареи было, у 92 было подтверждение диагноза лабораторного кластридиозная инфекция. У 65% токсин специфичность относилась к типу НАП, из которых 42 имели Б, бинарный токсин, это самые тяжелые поражения были, у остальных 21 неизвестному типу и 3 было нетоксигенных штаммов. На сегодняшний день известно, что НАП-4 и НАП-1, по-моему, являются самыми частыми, да, и это именно внутрибольничное поражение. Ну, если говорить о вспышках кластридиозной инфекции, самыми распространенными штаммами возбудителя, продустирующего бы токсина А и Б, да, вот на сегодняшний день фульминатные течения, упорно-рецидивирующие формы появились. Тенденция эта отмечена практически во всех странах мира. Вы видите данные и Финляндии, Испании, Дании, Германии, США, Канада, то есть практически весь мир от этой бактерии страдает. Штаммы, выделенные от окружающей среды, отличаются от госпитальных именно вариабельностью токсинообразования. Так вот, самые значимые – это НАП-1 и НАП-4, да, которые чаще всего встречаются, но они иногда у некоторых штаммов бактерий встречаются параллельно. Вот это самые тяжелые. Ну, как я уже говорила, часть была бинарного токсина, которые протекают с крайней степенью тяжести. И обратите внимание наибольший риск развития антибиотикоассоциированного колита и псевдомембранозного колита. Если мы не говорим даже о больных, которые просто выписаны из больницы, они могли не получать антибактериальный препарат. Пациенты старше 65 лет, но обратите внимание, мы же живем очень часто с бабушками и дедушками. Бабушка полечилась, пришла домой, перезаразила всю семью. Недавнее использование антибиотиков, особенно широкого спектра действия, длительное использование ингибиторов протонной помпы, иммунокомпрометирующие условия, но и обратите внимание на самое важное. Предыдущая инфекция кластридиум дефицеля и известный носитель кластридиум, тот, кто переболел. Поэтому сеять и выделять эту бактерию могут пациенты на протяжении многих месяцев. Что же с нашим малышом через 2 недели после выписки? Если мы спрашиваем себя, как оценить клиническую картину, то мы понимаем, что у ребенка развитие антибиотикоассоциированной диареи, и факторы риска самые высокие у него, нерациональное назначение антибиотиков, пребывание в стационаре более 8 дней, ранний возраст, и мы не знаем еще семейной обстановки, потому что ни бабушку, ни родителей никто не обследовал. И обратите внимание, что если смотреть о носительстве речь, то наиболее высокий процент носительства выявляется у новорожденных, до 50-70%. Однако есть работы, буквально совсем недавние, 18-го года, где было даже написано, до 90% новорожденные выделяют кластридиум дефицеля. При этом выделенные штаммы в 90% продуцируют токсины. И в истории описан единственный, правда, слава богу, случай, когда молодая женщина, родив ребенка, умерла от псевдомембранозного колита, когда заразилась от своего, ну, считается, что заразилась от ребенка. Это все-таки стационар, поэтому здесь вопрос открытый. С 6 до 12 месяцев число носителей уменьшается и лишь составляет примерно 9% к концу года, но количество токсин, продуцирующих штаммов, остается все-таки очень высоким. У взрослых считается носительство примерно 2-3%, частота которого повышается при проведении антибактериальной терапии. Наибольший риск носительства – это у медицинских работников, потому что они постоянно с этим сталкиваются. Типичным признаком является длительность диарейного синдрома до 10 недель, резистентность к симптоматической терапии, что зависит от характера глубины патологических изменений. Обратите внимание, здесь морфологическая картина псевдомембранозного колита. Но если вы посмотрите на правую верхнюю картинку, то если кишка выглядит так, еще контактно-кровоточиво, на эндоскопии невозможно поставить этот диагноз однозначно. Все равно нужна биопсия, и просто посмотреть не пойдет. Этот диагноз будет очень сомнительный, даже если вы получите положительные результаты. Что еще у нас существует? Существуют клинические рекомендации Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций для лечения профилактики клостридиума дефицита ассоциированных диарей. То, о чем мы сейчас как раз и говорили. Год утверждения 2017 – это свежая работа, свежая последняя рекомендация. Здесь есть данные МКБ, которыми можно кодировать это заболевание в зависимости от тяжести. Здесь представлены 2019 год обновленные клинические рекомендации по инфекции клостридиума дефицита американского общества специалистов по инфекционным болезням и американского общества специалистов в области эпидемиологии здравоохранения. Так вот, и там, и там абсолютно четкие данные, которые говорят, что доказано, что трансмиссия вегетативных форм от инфицированных лиц, медперсонал, дети через предметы. Обратите внимание, это практически медицинское оборудование. И если мы с вами посмотрим на вот эти места общественного пользования, то их убирают, их даже убирают тщательно. Но убирают где? Поверхности. Нижние поверхности почти никогда не убирают. А где хватает руками все наши дети? Все снизу, да? Куда дотянулся? Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день официальная нозокомиальная инфекция признается всеми странами мира. Специфические методы диагностики. Золотой стандарт – это исследование цитопатического эффекта культуры клеток. Диагноз через 24-48 часов. Может быть, бактериологический метод, но там возможно типирование штаммов. Это только при крайне тяжелом течении. Метод латексоггаллюцинации тоже достаточно быстрый. Однако, обратите внимание, что чувствительность по разным данным разная. Если специфичность 94%, то чувствительность не более 70%. ИФА – высокая специфичность чувствительности 95%. Через 15-45 минут, как стартовый скрининговый метод, очень прекрасно используется. Можем проводить ПЦР-диагностику, которая тоже достаточно быстрая, очень перспективный метод. Однако, что написано во всех клинических рекомендациях? Ни один из лабораторных тестов не может быть использован в качестве самостоятельного метода. Надо делать два. Два разных для того, чтобы поставить диагноз. Для достоверной диагностики предпочтительно используют метод идентификации токсинов, АМБ, с помощью ИФА, в комбинации с другими методами. И здесь, посмотрите, чувствительность, специфичность всех методов описана. Поэтому из группы риска образцы кала мы обязательно берем. Что было очень еще интересно? Это исследование было сделано, скрининговое исследование, на бессимптомное носительство у персонала. В США ежегодно регистрируется до полумиллиона случаев инфекционных заболеваний, вызванных в кластридиум дефициле, и примерно 29 тысяч человек гибнет. То есть это очень большой процент, очень высокие затраты на медицинскую помощь. И вот в Монреале проведена была очень интересная работа. После взятия мазка из прямой кишки у всех поступающих в клинику, у кого определялся ген токсина В, его пациент изолировался, что позволило снизить уровень заболеваемости более чем на 50%. То есть вот такие скрининговые методы уже в мире применяются просто за счет того, что тогда меньше возможности распространения инфекции внутрибольничной. Что касается нашего ребенка, у него исследование токсинов в кластридиум дефициле было и А, и В обнаружено. Диагноз звучал как антибиотикоассоциированный калит, ассоциированный с инфекцией кластридиум дефициле. Почему поставили именно калит и не антибиотикоассоциированную диарею? На сегодняшний день у ребенка проявления калита клинически были, кровь, стулья, слизь, не считая того, что была температура. Данных за инфекционные процессы его обследовали еще раз полностью, мы не нашли, даже повышение титра антител к РПГА к сальмонеллам мы не увидели, то же самое было к Шигелам, не нашли кампилобактер, то есть мы не увидели никакой инфекционный процесс, не нашли у него, не было никаких данных за аллергическое воспаление за счет того, что ничего нового за это время не вводилось ребенку в рацион. И по колоноскопии предыдущей у него четко совершенно были проявления калита. Ну и вопрос, назначать антибиотик, не назначать, какую терапию назначать, что с этим делать? Вот это тоже вопрос очень открытый. Ну и на сегодняшний день и теотропная терапия кластридиум дефицит или инфекции у всех детей стартовый препарат выбора это метронедозол. Доза расписана, длительность 7-10 дней и альтернативный препарат ванкомицин, парорально, ну и доза тоже 40 мг на килограмм, не более 2 г в сутки, все зависит от веса ребенка, длительность тоже 7-10 дней, однако обратите внимание, что за последние 2 года некоторые клинические рекомендации в некоторых странах говорят о том, что к метронедозолу появилась очень выраженная устойчивость и ванкомицин скорее всего будет являться первым препаратом выбора. Ну и либо рефоксимин. А рефоксимин не всасывается? Рефоксимин официально разрешен с 2-х лет, поэтому вот пока вопрос обсуждается, но рекомендаций точно нет. Вот после 2-х лет да, а до 2-х лет нет. Некоторые страны вообще говорят, что ванкомицин будет первым препаратом. Но пока вопрос не стоит, что вот рекомендация дана, вопрос стоит в открытом. Уважаемые коллеги, вопрос по пробиотике нужно ли давать в этот же день или после проведенного курса антибиотиков? Через сколько часов одновременно? Да это всегда нам задают вопросы врачи и пациенты. Пожалуйста, Ирина Вадимовна. Ну, Всемирная организация гастроэнтерологов рекомендует прием пробиотиков. Некоторые штаммы бифидом, бактерием, лактобацилус, в основном это лактобацилус ромноза, после окончания курса антибактериальной терапии. Но срок, обратите внимание, не 10 дней, как мы привыкли, не недельку по пете, а не менее трех месяцев. Значит, в американских рекомендациях отмечается, что использование пробиотиков может значительно снизить заболеваемость антибиотико-соцированной диареей и может привести, является перспективным средством лечения и профилактики инфекции к астридиум-дифицине. И то, что говорила Ирина Николаевна, сахаромицит буларда стоял на первом месте. На сегодняшний день доказательная база все-таки оказалась ниже. Еще одни рекомендации говорят, что пробиотики для профилактики рецидивов инфекции могут быть эффективным дополнением к стандартному лечению антибиотиками. Именно вот они рекомендуют вместе с фанкомицином назначать сразу. И особенно у пациентов с одним предшествующим эпизодом инфекции к астридиум-дифицине с важной оговоркой, что антибиотики назначаются именно с таргетным действием. Если говорить всемирно-гастроэнтерологической ассоциацией, профилактика к астридиум-дифицине ассоциированной диареи, в том числе для профилактики рецидил, входит только несколько штаммов, которые имеют доказательную базу. Лактобацилус ацидофилус, определенные штаммы. Лактобацилус козеи, тоже определенные штаммы. Лактобацилус раннозус, здесь несколько штаммов. Лактобацилус булгарис, стрептококос термофилус, сахаромицис буларди. Обратите внимание, вообще не стоит на первом месте никак. Некоторые штаммы бифидобактерием, а также пребиотики, которые содержатся именно в некоторых препаратах. Но эти данные 2016 года, что сахаромицета буларди, если стоит вопрос о назначении пробиотиков для профилактики, то рабочая группа СПГАН рекомендует прием сахаромицета буларди. Обратите внимание, что уровень доказательности был сильный, да, уровень рекомендации, вернее, средний уровень рекомендации сильный на 2016 год. На 2019 год, к сожалению, все изменилось. Что касалось лактобацилус раннозус, тут все с точностью да наоборот, что уровень доказательности исследований стал выше, уровень доказательности рекомендации намного выше, и дается она в стандартной дозировке самой высокой дозе 10-10 степени. Однако хочу сразу оговориться, на сегодняшний день ни в одном из препаратов 10-10 нет, только 10-9 степени. Но эффективность все равно есть. Кто-то меня спросил из докторов, а если дать две капсулы? Я говорю, это будет двойная доза, но тоже 10-9, то есть 10-й никак не получится. Но вот считается, что риск снижается сразу на 52%, то есть как раз половина больных. Если говорить о классификации пробиотиков, они могут быть как одноштамовые, мультиштамовые, в состав входит несколько штаммов одного вида, и мультивидовые, которые состоят из штаммов различных видов, которые принадлежат к одному или разным семействам кишечных бактерий. Что было назначено данному ребенку? Это оральная регидратация, энтеросорбент, метронидозол, как препарат первого выбора, и мультиштамовый пробиотик. Аппетит наладился, ребенок активный, вы видите разницу в стуле уже через несколько дней, то есть стул стал более оформленный, в нем нет никаких примесей, стул появился один раз в сутки, вот через 5 дней терапии мы получили хороший положительный эффект. Через месяц исследование на токсины в контроле должно быть не ранее, чем через 30 дней. Нет смысла это сделать раньше, потому что эффективность мы можем просто получить ложный отрицательный результат. Так вот, видите, здесь ничего не обнаружено, все было отрицательно, поэтому мы хотя бы добились хорошего положительного эффекта. Ну, я хочу ставить ремарку, что, к сожалению, эта гадость иногда рецидивирует, да, и Ирина Владимировна прекрасно знает, что таким больным, у которых сохраняются какие-то факторы риска, мы назначаем либо препараты лактуоза в маленьких дозах, одновременно с пробиотиком, либо препараты, которые, ну, типа слабительного экспорта, потому что он оказывает влияние на масляную кислоту, ну, практически в 12 раз больше, чем лактуоза. Поэтому препараты эти как пребиотики для стимуляции роста своей собственной флоры, что снижает риск рецидивирования. Уважаемые коллеги, мультиштаммовых пробиотиков, они все больше и больше занимают свое место, да, потому что основная идея, что еще несколько штаммов разных бактерий, да еще нескольких видов, им легче выжить в желудочно-кишечном тракте. И вот найдено очень интересное исследование, которое опубликовано в европейском журнале по питанию, где сравнивались польза пробиотиков для здоровья, то есть что вот смесь их более эффективна, чем одиночные. И было проанализировано 16 исследований, которые сравнивали напрямую смеси пробиотиков с одиночными. Было показано, что они оказывают 12 исследований, 16 показали пользу именно мультиштаммовых, вот видите, они оказались эффективнее, да, на 75%. Ну, основная идея, что микробу, который находится один, попал в кишку, им труднее выжить, нежели если их попала группа, десант высадился, да, им легче противостоять сильному многокомпонентному сообществу. Поэтому на сегодняшний день в мультиштаммовые пробиотики обсуждается вопрос о том, что приводит ли смешение штаммов к синергичному эффекту или к снижению эффективности. Поэтому Ирина Владимировна четко подчеркнула, что все определяется, конечно, клиническими исследованиями. Поэтому понятно, что все штаммы, из которых делается мультиштаммовый пробиотик, добавленный туда не случайным образом, а на основе клинических исследований. И вот тот пробиотик, который мы сегодня хотим вам представить, это боксет. Ну, на сегодняшний день не зря сюда поставлена печать, что единственный пробиотик в Российской Федерации, где эффективность которого подтверждена методом 16-СРНК. Если говорить о боксет-бэбе, то он разрешен с рождения, 7 штаммов. Ну, вы видите, что 3 вида лактобатыл, бацилл, 3 вида бифидос, трептококтер, мафильный и пробиотик фруктов ольгасахарина. Вот эти буковки, которые идут, PXN – это протексин, то есть это название компании, которая разрабатывает эти штаммы. Поэтому, по сути, все штаммы у них собственные. Ну, и если мы посмотрим на боксет-форт, то он рекомендован с 3 лет и взрослым, там 14 штаммов. То есть вот здесь изображен то предприятие, на котором они созданы, располагается это предприятие Великобритании, и получено, существует порядка 25 лет, и получили целый ряд наград из рук королевы Великобритании, Елизаветы. Ну, и вы видите, уже эта компания получила аккредитацию и звезды. Что касается самих штаммов, то они все имеют оригинальное происхождение. Они хранятся в банке культур Соединенного Королевства и имеют абсолютно попали, прошли вот как бы изученные критерии безопасности и попали в европейские регистры безопасности. Поэтому эти штаммы, когда их создавали, когда их используются в процессе производства, они используют щадящую технологию, то есть фильтрация вместо центрифугирования, в последующей олеофилизации. То есть таким образом не удается разрушить оболочку, и таким образом эти бактерии проходят естественные барьеры, попадают в кишку, не повредившись в результате воздействия кислой среды желудка. Исследование, которое проводил Академик Горелов со своей группой, исследование проводилось как раз у детей от года до 7 лет, которые приносили респираторные инфекции, получали антибактериальную терапию. Поэтому первая группа деток получали, это были детки первых двух лет жизни, их было 64 человечка, они получали цефотоксим и цефтриаксон, ну и вторая группа, это были 3-7 лет, они тоже получали либо цефотоксим, либо цефтриаксон. Елизавета Владимировна, продолжайте, пожалуйста. На самом деле, обратите внимание, что и группа маленьких детей, и группа больших детей, она практически однородна, да, то есть получалось, что больше 80% цефотоксин и вот небольшая группа, которая получает цефтриаксон. Основные дети, это были дети с внебольничной пневмонией, очень небольшая часть была с острым синуситом, и на хронический, на острый танзелит остается, на отит, обратите внимание, его вообще, он встречался не так часто, когда назначали антибиотик. То есть на сегодняшний день рекомендация по лечению катарального отита, это явно не антибактериальные препараты. Баксет получали вместе с антибиотиком 5-9 дней, да, и далее 2 недели после окончания курса терапии. И опять-таки, вторая группа, которая получала антибиотики без применения мультивидового пробиотика, и еще наблюдение в течение двух недель. И вот точки, по которым брались анализы, первая точка до начала антибактериальной терапии, вторая точка по окончании антибактериальной терапии от 5 до 9 дня, в зависимости от того, сколько антибиотик длился, да, и третья точка по окончании этих двух недель наблюдения. Обращали внимание на частоту стула, консистенцию, и проводилось 16-е СРНК секвенирование для того, чтобы можно было доказательно посмотреть, что же у нас сохраняет. Дизайн очень простой, но очень аккуратный. То есть 5-7 дней антибиотики с баксетом, либо без, и 2 недели наблюдения, да, или прием баксет. Ну вот, проводилось 16-е СРНК секвенирование, которое позволяет обнаружить все известные на данный момент микроорганизмы. Это то, о чем говорила Ирина Николаевна в начале, очень подробно. Обратите внимание, что получили. Сокращение микробного разнообразия в группе без пробиотиков к окончанию антибактериальной терапии. Вот здесь прямо видно, как все это проседает, то, чего не происходит в группе получавших пробиотик. В группе, где пробиотиков не было, рост доли оппортунистических антерококков повысился, а снижение доли бифидобактерий и комменциальных клостридий значительно снизился. И вот здесь вот прям, ну, график четко совершенно все показывает. Если говорить о диарее, для детей от года до трех лет, да, и то же самое получили для детей старше трех лет, изменение микробиоты дисбиотического характера, да, в группе сравнения положительно коррелировало с клиническими проявлениями. То есть консистенция стул, длительность изменения самого характера, да, тоже в той группе, которая получала пробиотики, значительно отличалась от той группы, которая их не получала. Обратите внимание на то, на что, в общем-то, тоже ставилось, обращалось внимание в этом исследовании, это отсутствие диареи. Там, где дети получали пробиотик, да, что в группе от года до трех лет, что старше, да, не было детектировано значительных изменений по какому-либо таксону, и, соответственно, не было изменений вот именно в самой диарее, частоты диареи стула не изменилась. Это вот данные, которые показаны, что диарея возникала в семь раз реже у детей от года до трех лет, да, и частота стула была в 11 раз меньше, чем в той группе, которую пробиотик не получала. Тоже такие же данные аналогичные получили в группе старших детей от трех до семи лет. Диарея встречалась в три с половиной разами реже, да, и частота стула на 4,4 была меньше, чем в группе, которая не получала. Температура снизилась в течение первых суток проводимой антибиотикотерапии только у детей, 19% детей в группе сравнения, и почти 40 детей в основной группе. То есть улучшение общего самочувствия, общего состояния, уменьшение интоксикации было значительным в группе, которую пробиотик получали, потому что комплексное действие, в общем, оказалось действительно выраженным. Ну, таким образом, боксет может применяться, исследование показало, что с первого дня антибиотикотерапии, да, он устраняет негативное влияние на микробиому, уменьшает частоту развития заболеваний, проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, ну и облегчает проявление респираторного заболевания. Ну и вот этот дорогущий метод 16 СРНК, который был применен, по сути, боксет на сегодняшний день обладает единственным исследованием на территории Российской Федерации, где его эффективность подтверждена положительной динамикой клинической картины. Ну и завершая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу напомнить Альберта Эйнштейна о том, что наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Пройдет некоторое время, появятся другие пробиотики, поэтому и мы вас будем все время ставить, держать в курсе, потому что наука, она не является законченной книгой, поэтому самое интересное мы вам вновь представим. Всего вам доброго, будьте здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok